Каждая сессия Совета Славянского района вносит свой весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития нашего муниципалитета. Но 17-я сессия имела особое значение, поскольку на ней принимался бюджет района на 2022 год. О том, как шла подготовка к очередной сессии районного совета, мы уже рассказывали. На совместном заседании депутатских комиссий обсуждались актуальные вопросы, вошедшие в сессионную повестку дня. Благодаря тщательной предварительной работе сессия прошла четко, поскольку в ее ходе не возникло непонимания. Депутаты проголосовали за изменения в решении пятой сессии 2020 года о бюджете муниципального образования на 2021 год. Также изменены решения девятой сессии 2021 года о бюджетном процессе. Заместитель главы Славянского района, начальник финансового управления Валентина Пахарь предложила вниманию депутатов проект бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Общий объем расходов бюджета на будущий год 3,381,688,800 рублей. Бюджет сформирован со значительным профицитом – свыше 7,7 млн. рублей. В структуре расходов бюджета на 2022 год бюджетные ассигнования на социально-культурную сферу составляют 86,8%, или 2,937,594,1 млн. рублей, из которых на образование будет направлено 74% бюджетных средств, что составляет 2,515,000,000 рублей. На физическую культуру и спорт – 7,6%, 257,6 млн. рублей. На социальную политику – 4%, 121,4 млн. рублей. И на культуру – 41,0 млн. рублей, 1%. Председатель комиссии по вопросам экономики, финансово-бюджетной и налоговой политики Совета Славянского района Сергей Мороз сказал, что депутаты проанализировали все данные, обсудили детали, и данный бюджет отвечает современным требованиям и потребностям жителей муниципалитета. Прошло живое обсуждение бюджета с участием представителей управлений и отдела администрации. Анализ предложений мнений депутатов свидетельствует о том, что целый бюджет и его параметры депутатами поддерживаются. Основная стратегическая линия бюджета на усиление социальной направленности для развития инфицированной составляющей вызывает подобрения. В первую очередь, многие предложения по корректировке бюджета носят в основном точечный и системный характер. Эти предложения направлены в большинстве своем на решение тех или иных отдельных социальных вопросов. Расход на социальную сферу сравнивается с анализшим дружным годом в пределах 5-6% взрослых. Продолжения депутатского корпуса обобщены, представлены в виде заключения. Депутаты одобрили в целом бюджет на будущий год. Он получился сбалансированный и социально ориентированный, обеспечивающий устойчивое развитие Славянского района. Кроме того, на 17-й сессии Совета района были приняты решения и по другим вопросам. Всего их было более 25, внесенным в повестку дня. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».